Мы находимся с вами на выставке, которая представляет портретную живопись из коллекции Государственного художественного музея Алтайского края. Выставка называется «Модные акценты», а называется она так потому, что появилась очень интересная идея. Посмотреть на замечательные портреты конца XVIII-XIX века из собрания музея немножечко под другим углом зрения. Мы решили выбрать портреты, в которых присутствуют обязательно некие модные акценты, характерные для определенной эпохи. Надо сказать, были разные типы портретов. Были парадные портреты, представляющие портретируемого со всеми регалиями, со всеми его титулами и в полный рост. А были портреты камерные. Эти портреты создавались художниками в период отсутствия фотографии. И в конце XVIII-XIX века в России было очень много усадеб, в которых владельцы этих усадеб устраивали так называемые фамильные галереи. Вот для таких фамильных галерей в то время художники, работавшие в России, иностранцы, или это были свои русские художники, выходцы из крепостных, писали по заказу русской знати замечательные портреты. На выставке три портрета, написанные иностранными художниками. Портрет незнакомки, неизвестной работы художника-француза Жана Луи-Вуаля. Портрет венгерского художника Яноша Рамбауэра, тоже неизвестной девушки. И портрет, написанный в стиле английского парадного портрета, выполненный английской художницей Кристиной Робертсом. Она писала парадные портреты императрицы, дочерей императора. И, конечно, к ней обращались знатные особы для того, чтобы заказать свои портреты для фамильных галерей. Один из них – портрет княгини Борядинской, мы видим на выставке. Надо сказать, что Кристина Робертсон выбирала очень красивых женщин и делала их еще более красивыми. Ее кисть называли «Листивая кисть британки». И те, кто заказывал ей портреты, они знали, что она немножечко, скажем так, уменьшит возраст, сделает стройнее фигуру, ну и сделает портрет что ли комплементарным, то есть делающим некий комплимент той особе, которую она изображает. И когда мы смотрим с вами на портрет Борядинской кисти Кристины Робертсон, первое, наверное, что бросается нам в глаза – это украшение на лбу этой прекрасной женщины. Такое украшение называлось фероньерка. Оно немножко похоже на современный ободок или чем-то напоминало тиару или корону. Украшал в центре крупный какой-то камень этот ободок. Мы видим очень красивую прическу Борядинской. Мы видим вуаль, которую она накинула на голову, концы спустила на очень красивое бархатное платье. Такая вуаль, она действительно имела место в XIX веке, она могла надеваться на голову, на плечи. Позднее, мы знаем, она преобразилась в небольшую вальку, которая на шляпках закрывала лицо, а тогда это был длинный, достаточно красивый, такой очень тонкий шарф. Мы видим замечательный аксессуар, украшающий красивое платье княгини Борядинской. Это цепь из драгоценного металла под названием сатуар с вкрапленными очень большими драгоценными камнями. Эта цепь была очень длинная, ее можно было модифицировать. И представляла она, конечно, очень яркое, дорогое, статусное и красивое ювелирное украшение, популярное у представителей аристократии XIX века. И, глядя на Борядинскую, мы понимаем, что это княгиня представляет собой, скажем, некий вот такой тип красавицы и модницы петербургского шика XIX века. Мода Петербурга, она отличается от вот такой купеческой, ярмарочной, что ли, очень яркой моды московской. Зная вот эти факты, мы можем определить, ну, скажем так, принадлежность портретируемым к тому или иному городу. Вот так случилось с портретом кисти уже русского художника, выходца из крепостных, Василия Андреевича Тропинина. Он представляет совершенно другую женщину, одетую по московской моде XIX века. Мы не знаем, кто эта женщина. Мы можем определить только то, что она москвичка. У нее красивое платье, мы видим очень красивый тонкий вратник, мы видим у нее вот тоже украшение сатуар, чипец. На голове действительно украшены вот такими бутоньерками. Цветы они были очень модны в то время. Мы видим у нее тоже украшение под названием ферраньерка. В общем, скажем так, вот все, что она считала самым красивым, самым дорогим, она надела на себя и пришла к художнику, чтобы попозировать. В портрете Натальи Владимировны Орловой Давыдовой мы видим тоже несколько модных аксессуаров. Мы видим очень красивую кашемировую шаль, очень яркое пятно на плече у нее. Мы видим воротник, который действительно еще имел место быть в моде XIX века, но корнями своими уходил в моду, ну, наверное, средневековья. А-ля Мария Стюарт назывались такие высокие воротники. А вот платья, мода, пришедшая в Россию из Франции, вот эти платья, они часто шились уже не из очень тяжелого какого-то плотного материала, это были легкие ткани. И женщины, девушки, перед тем, как выйти в свет или на бал, они смачивали их водой для того, чтобы платье, оно от груди было свободное, облегало все прелести ее, скажем, точеной фигурки. А рядом мы видим два небольших портрета семьи, семьи очень известной, князей Голицыных. Мы видим портрет князя Голицына, образ браво военного мужчины. Он увешан медалями в военной форме, изображен на портрете. А его супруга, княгиня Голицына, была очень интересной, женщиной, красивой. Мы тоже видим такой портрет москвички, характерный портрет для москвичек того периода времени, где модных акцентов, что называется, чересчур, но они гармонируют между собой. Кстати говоря, в этом и заключалась вот та деликатность художника, с которой он всегда подходил при написании портрета. Даже видя то, что женщина использует очень много модных каких-то аксессуаров, мы видим у нее и тюрбан, и вот эти вот с буфами рукава, и мы видим у нее массивный браслет и очень много украшений. Тем не менее художник очень все гармонично, так сказать, выстраивает в этом портрете. И у нас, собственно, ничего не вызывает диссонанса в нашем восприятии. Мы любуемся образом этой женщины. Мужчинам 18-19 века тоже не чужды были какие-то модные акценты, которыми они себя украшали. И здесь на выставке мы можем увидеть удивительную эволюцию мужского шейного платка. И вот у Ивана Григорьевича Орлова мы видим как раз шейный платок, характерный для моды конца 18 века. Он несколько раз обернут вокруг шеи, свободные концы опущены на его мужское платье. И эти концы, они нам показывают красоту вот этого кружевного материала, из которого был сделан мужской шейный платок. Ну и, соответственно, к концу 18 века Ивана Григорьевича мы видим, естественно, в парике. Когда мы смотрим мужской портрет неизвестного художника второй половины 19 века, мы видим все тот же шейный платок, также завернут вокруг шеи, уже из другого материала, но с очень красивыми такими совсем уже маленькими острыми кончиками. Одним из, скажем так, загадочных, очень интересных, даже, наверное, мистических портретов на выставке является портрет кисти неизвестного художника, представляющий нам некого промышленника по фамилии Макаров, владельца полотненных мануфактур. Мы видим здесь лицо, выплывающее на нас и возникающее из очень темного фона. Контуры погружены вот в этот темный, очень загадочный фон, который и призван был внести вот эту нотку некой мистики. Такие были тенденции портретной живописи в конце 18 века. Здесь изображенный на портрете всегда надевал некую маску, которая должна была скрыть какие-то его тайны. Улыбался он либо такой полуулыбкой, присущей только улыбке, признанной в обществе, ее так и называли, улыбка, этикета. И показывали, конечно, прежде всего, достоинства, потаенные уголки души, в которые мы не можем попасть, они скрыты от нас и художникам, и самим портретируемым. Модные акценты позволяют нам погрузиться в эпоху, например, конца 18-го или начала и середины 19-го века, понять, что за люди жили в то время, как одевались они, какими модными аксессуарами украшали себя, и вообще, какими были в то время русские представители дворянства, аристократии, какие художники их писали, какие были отношения в то время между художниками и моделью, и поведать некие очень интересные истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова